МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, мы адреналиновые наркоманы немножко. Воспитывала улица родители, школа и улица. Ведь быть пожарным – это не так сказочно и романтично. Это очень тяжело. Мы обычные люди просто с большим человеческим сердцем. Шагнуть туда не страшно. Главное – не испугаться, когда ты будешь делать этот шаг. Не бывает такого пожара, что кто-то над кем-то не подшутил. Я спас маленькую девочку Юлю. У меня дома две утки. Она мне подарила две утки. Брызгалин Максим Юрьевич. Родился в 1974 году во Владивостоке. После окончания восьми классов поступил во Владивостокское среднепрофессионально-техническое училище номер 10 и получил профессию штукатура маляра. В 92-м призван в армию, служил в воздушно-десантных войсках. В 94-м поступил во Владивостокскую мореходную школу на специальность матроса-моториста. Однако уже через полгода забрал документы и устроился в пожарную часть номер 2 Первореченского района Владивостока. Первую медаль за отвагу на пожаре получил в 2002 году за спасение 17 детей во время пожара на Южноуральской во Владивостоке. Кавалер Ордена Мужества за тушение артиллерийского арсенала в поселке Сунгач Спасского района в 2013 году. За почти 20 лет службы удостоен целого ряда государственных наград. В настоящее время старший лейтенант внутренней службы в составе пожарной части номер 9 города Владивостока. Женат. В семье один сын. Зритель мой, здравствуй. Сегодня о самом главном и интересном. О человеческой жизни мы поговорим со старшим лейтенантом службы пожаротушения города Владивостока Максимом Брызгалиным. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Александр. Максим, скажите честно, а вы в детстве спичками баловали? Конечно, конечно. Каждый подросток, каждый мальчишка поджигали и жгли. Попадало? Попадало, естественно, и от родителей, и мало того, что от праздных прохожих, которые это видели. Ну, было немножко другое время. Это было советское время. Вот почему дети склонны поджигать? Дети, да. Интерес какой-то к этому. Ну, не даром же служит эта поговорка «Спички детям не игрушка». Все, что запрещено, все интересно. К детству еще вернемся. Вы каким были в детстве, пацанам, честно? Послушным, уличным, ершистым? Дворовым, как и все в советской. Ну, ее не знали. Конечно, воспитывала улица. Родители, школа и улица. Наш воспитатель 80-х годов. Ну, слушались или таким неслухом были? 50 на 50. 50 на 50. Как в школе учились? Двоечник. Двоечник? Да. Молодец, честный. Двоечник. Неинтересно было? Не увлекли? Было интересно все, кроме учебы. Разговоры с соседей, переписка, записка. А в детстве мечтали быть пожарным? Многие пацаны мечтают. В детстве я мечтал быть моряком дальнего плавания. Ну, Владивосток, естественно. Как мой отец, Царство Небесное. Почему не пошли в моряки? Я пошел. Я поступил после службы в армии. Поступил во Владивостокскую мореходную школу, находящуюся у нас в Владивостоке, на мысе Бунгасном. Ну, и по стечению обстоятельств я ее не закончил. И дальше куда? Дальше я попал во вторую пожарную часть города Владивостока. Пришел я туда на полгода, чтобы получить характеристику и восстановиться во Владивостокскую мореходную школу. Все-таки мореходная школа была моряком? Да. Но с течения жизненной ситуации получилось так, что 29 лет я в пожарной охране. К тому же еще я потомственный пожарный. Мой дед работал в третьей пожарной части города Владивостока. Много лет дед работал? В 50-х годах? Нет, он отработал немного. Произошла, как сказать, оказия. А прокинулся трамвай, деду передавило ноги, его комиссовали. Около 8 лет он отработал. Ну, думали, не знаю, полгода, год, еще годик и уйду. Или как-то втянуло? Скажем, в пожарной охране, если ты пришел на полгода, если ты пришел в пожарную охрану и проработал год, ты остался там навсегда. Если ты пришел в пожарную охрану, ну и не проработал год и ушел, ну не твое. Кто остался, тот остался навсегда. Вот год это какой-то маркер? Да, это когда человек понимает, его это или не его, сможет он работать или нет. Ведь быть пожарным, это не так сказочно и романтично. Это очень тяжело. И физически, и психологически. А вот это психологически, что видеть тяжело? Самое трудное для вас? Наверное, слезы матерей. Когда трупы детей находишь? А вы находили? Ну, было дело, конечно. Что чувствуешь, скажите честно, в эти минуты, сегменты? Это пустошение. Пустошение. Да. Человек не хочет ничего, абсолютно ничего. Он становится пустой, никчемный. Хочется сесть с ежица, стать маленьким и незаметным, чтобы тебя никто не видел. Потому что это останется навсегда. В твоей памяти эта боль, она будет неуемна. Ее невозможно чем-то успокоить или унять. Это будет всплывать периодически в твоей памяти. Рубцом на сердце остается всегда? Да, навсегда. Навсегда. А как найти в себе силы работать дальше? Не перегореть, как сегодня говорят, не выгореть, не сломаться психологически? В том-то, скажем, и прелесть этих, не побоюсь этого слова, наверное, благородных людей, чтобы оставаться в профессии после таких ситуаций, когда человек видит людское горе, пропускает это горе через себя и оставаться в этой профессии. Ведь пожарные получают, помимо того, что психологические травмы, еще и физические травмы. Много людей, ввиду того, что, допустим, получили какую-то травму, восстанавливаются, и, слава богу, они возвращаются в строй. Ваша служба опасна и трудна, как поется в песне, это правда. А почему случаются пожары? Человеческая беспечность. Чаще всего? Чаще всего человеческая беспечность. Какие-то технологические процессы – это такой минимальный процент пожаров, скажем, по всей нашей необъятной стране. Наверное, не побоюсь, 90% всех пожаров, происходящих на территории Российской Федерации – это человеческая беспечность либо поджоги. Все человек. В основном, да, в основном человеческий фактор. Курение, алкоголь, наркотики, неосторожное обращение с огнем, оставление электроприборов включенных, забывание на плитках, я не знаю, кастрюль с борщом, все что угодно. Опять-таки же дети, шалости детей не исключаем. Но хочу сказать, что за мою, скажем, больше, чем четвертьвековую работу на этом поприще пожаров стало в разы меньше. А почему пожаров меньше? Не потому, что мы стали умнее. Наверное, технологии какие-то приходят, защищают нас. И технологии, и техника у пожарных опять-таки же обновилась. И люди умнее стали, менее обеспечены, как ранее. Все-таки меняемся? Ну, конечно, в лучшую сторону. Есть тенденция, что в лучшую сторону. Максим, ну вы в какой-то степени, наверное, уже и психологи пожарные. Общаетесь с людьми, когда человеку трудно врать вот в этих секундах, видите людей. Это, скажем, это на опыте. Когда ты из года в год с этим сталкиваешься, ты уже начинаешь понимать, что говорить, когда и кому. Вот, когда, допустим, даже такая простая ситуация, когда где-то на бегу на пожаре кто-то спрашивает, а что случилось. Все пожарные говорят, ничего, мы просто так. А почему? Ну, нельзя, чтобы паника еще началась. Конечно, зачем? Это же, ну, допустим, у нас запрещено включать любые звуковые проблесковые маячки при прибытии, допустим, в больницы, в школу, в детские сады, чтобы не поднимать панику. Потому что паника, это, скажем, это... Это ветер на пожаре. Процесс, который невозможно остановить. Панику не сможет никто остановить. Потому что все люди разные, у всех психика разная. Кто-то, наоборот, прятаться начнет, кто-то начнет бежать. И самое страшное на пожаре, особенно с детьми, это поиск детей. Они от испуга начинаются прятаться под ванны, в шкафы, куда угодно, в самые темные углы. Самое необычное место, где вы находили ребенка? Под ванной. Под ванной? Под ванной. Там же расстояние маленькое. Да, вот ребенок забился под ванну, а ванна уже у нас получается овальная форма, да. Он залез под ванну, пришлось выносить ванну, чтобы выковырить ребенка оттуда. С испуга залез. Шкафы, шкафы, это обыденное. Для того, чтобы, допустим, найти ребенка, да, нужно представить себя ребенком, где ребенок может спрятаться в комнате, в квартире. Но бывает такое, что и в обычной гостинке, в однокомнатной, да, нужно еще найти этого ребенка. Потому что все это происходит в дыму, чаще всего. Зовете, отзываются или бывает, что молчат? Когда как. Когда бывает такое, что дети замыкаются от пережитого ужаса. Не имеют. Да, не имеют и приходят в себя, скажем, где-то вот на улице. Где-то когда ты ребенка этого передашь, там, либо родителям, дай бог, либо там, скорая помощь. Вот к палам вернемся. Правда, Россия-матушка горит из года в год. Вот, ну, регионами горит просто. Мне интересно ваше мнение, почему люди такие беспечные? Вот десятилетиями уже все выросли на этом, знают. И нет, на грабли наступаем. Жгем сами себя. Начнем с того, что, да, у нас у русских принято так. Пока петух в лоб не щелкнет, мы не перекрестимся. Лесные пожары возьмем. Но они же не сами загораются, правильно? Не езжа его поджег. Кто-то где-то едет. Возьмем ту же Сибирь, да, хвойные леса. Кто-то курит. Куда курят? Девять человек положат в пепельницу, десятый его в окно выстрелит. Он упал на сухую, еловую шелухую. На подушку, на эту. Да, все, ветер дунуло, раздуло, все, понеслись, палы. С данной ситуацией, которая сейчас происходит на Украине, ну, не исключены случаи, что там, я не знаю, какие-нибудь ДРГ там, или еще кто-то там ездит и поджигает, потому что... Уж слишком часто говорили. Очень, и очень много. И очень много. Никогда такого не было. Максим, а пожарные суеверные люди? У вас есть свои приметы? Ну, конечно. Ну, какие? Ну, допустим, на дежурстве нельзя чистить обувь. Одевать чистую боевку. Боевка – это что? Это боевая одежда пожарного, в которой он тушит пожар. Одевать новую форму, которую ты там получил, там одел. То есть ее можно принести на работу, она должна сутки отлежаться где-то. То есть это категорически нельзя делать. И никто не наденет? Ну, есть определенные люди, которые одевают, но их потом ругают, мягко сказать. А что, работает примета? Есть такое? Конечно, конечно. Раньше, допустим, когда я пришел в молодые годы, кошку нельзя было пускать в диспетчерскую. Кошка могла жить в пожарном депо, а в диспетчерскую нельзя было, чтобы кошка ходила. У нас кошка жила в спидчасти. А если кошка спит, допустим, на капоте автомобиля, ну, вот ни у одного пожарного ни один мускул не дернется. А вот если она спит на лавке, караул полночи может ходить вокруг кошки. И куда-нибудь поедем. Пусть на мелочь, но поедем. Это прям знала вся часть. Удивительно. Не объяснило просто. Ложные звонки бывают? Да, дети, шалость. И как потом чаще всего реагируют? Ой, дяденьки, простите. Едем. Ну, едем, приезжаем, прибываем. Естественно, никого, ничего не находим. Но сегодня позволяет технологии находить этих? Ну, сотрудники полиции работают с этими делами со всеми. То есть, если это сотовый телефон, то есть он отслеживается, и там уже работают сотрудники полиции. Часто можно услышать выражение, пожарная лаборатория провела экспертизу, и там то-то, то-то. Что такое пожарная лаборатория? Это тот орган, скажем, пожарной охраны, который выезжает на какие-то резонансные крупные пожары, да, где, допустим, там, смерти людей, не дай бог, конечно, большие ущербы, огромные площадя. То есть, это те люди, которые занимаются установкой причины возгорания пожара. Сколько весит ваша форма, не знаю, со всей обуницией? Ну, плюс-минус 40 килограмм. 40 килограмм на себе еще несешь? Аппарат, то есть, боевая одежда пожарного, ремень, топор, карабин, каска, подкасник, перчатки, аппарат сжатого воздуха и плюс дополнительное вооружение, там, рукава, стволы, багры, ломы, бензопилы, бензорезы, гидравлический инструмент. Все это на руках поднимается. У нас временной регламент 10 минут. 10 минут? В течение 10 минут прибыть к месту пожара. Кажется, вы так долго едете всегда, когда ждешь? Об этом все говорят, об этом все и всегда говорят, потому что здесь идет расчет не на минуты, а на секунды. Потому что каждая секунда... И каждая секунда тяжелее тонны порой, когда горит твоя жизнь, твой дом и там где. Максим, пожарный расчет, это сколько человек? 6. Водитель, командир отделения, 4 номера расчета. Как правило, расчеты не меняются или сегодня с одним, завтра с другим смены есть? Все зависит от подразделения и от количества личного состава, находящегося в данном подразделении. Работа-то не сахар. Да, мягко говоря. Да, и, скажем, не такое уж большое количество людей, скажем, отморозков таких, как я, которые хотят работать в пожарной охране и работают здесь. Количество штата личного состава желает быть лучше. Максим, ну вы же живой человек. Конечно. И вы человек, вам бывает страшно? Это какая-то секунда, ужас. Да, но потом... Как идти в это пламя? Но потом. Не сразу. Не сейчас. Потом. Когда анализируешь? Потом, после пожара, потом, сменяясь суток, там, уже уйдя с работы, там, оставшись где-то один на один, там, завтракая дома. Где-то тогда, когда ты на работе, ты совершенно другой человек, абсолютно другой человек. И по складу ума, и по физическим своим данным, ты совершенно другой человек. Ты пришел для того, чтобы работать. Эту работу кто-то должен делать. Мы не боги, мы обычные люди, как и все. Мы боимся, смеемся, любим, мы деремся. Но это делаем все потом. Сейчас у нас вот поставлена задача, вот есть огонь, его надо тушить. Как мы будем это делать? Ну, как шагнуть в этот огонь? Хоть ты как трижды экипирован, но это ж огонь. Вот как в него шагнуть, пойти туда, в сердцевину? Ну, это же работа, ее же должен кто-то делать. Вот для этого мы и есть. Она ничем не отличается абсолютно от вашей работы, от людей, которые нас окружают. Это работа. И эту работу должен кто-то делать. И мы ее делаем. Нас этому учат. Мы обычные люди просто с большим человеческим сердцем. В основном сюда приходят люди осмысленно. Они понимают, для чего они приходят. Они понимают, что это риск. Очень большой риск. Не так, что ты приехал там и увидел там огненное море, и ты подумал, вот он, наконец-таки, этот риск, ради которого я сюда пришел. Отнюдь. Нужно приехать тушить обычную помойку, обычную мусорку, обычную мусорку, в которую выбрасывают обычные бытовые отходы. И пострадать. Как это было в мои молодые годы. Тушили обычные контейнера, хлопнул пятилитровый пропановый баллон туристический, который беспечно выбросили. Беда приходит часто, откуда не ждешь. Да, ниоткуда. Как всегда это происходит у каждого человека. Когда ты выходишь на улицу, подскальзываешься, ломаешь ногу. На ровном месте. Да, абсолютно верно. То же самое и здесь в пожарной охране. Шагнуть туда не страшно. Главное, не испугаться, когда ты будешь делать этот шаг. Я догадываюсь, у вас не самые высокие зарплаты в стране. Не ради денег вы работаете. Ну что? Какое-то удовлетворение от работы все равно есть, иначе бы вы не работали. Наверное, мы адреналиновые наркоманы немножко. Ну и, скажем, человек, работающий в пожарной охране, как это говорится, имеет какое-то отклонение. Мы идем на работу с удовольствием. Редкие пожарные, которые не испытывают удовольствия. Во-первых, это мужской коллектив. Во-первых, это очень весело. Это очень весело. Как говорится, кто работает в пожарной охране, он в цирке не смеется. КВН для него ничто. Это очень весело. Такой крепкий мужской юмор. Да, да, это есть. Это защитная реакция в какой-то степени, чтобы с ума не сойти? Конечно. Ну, с ума, наверное, не сойти, это, наверное, скажем, крепко сказано. Ну, чтобы, не знаю, не уйти там в какую-то психологическую яму. Да, мы уходим в нее. Мы периодически уходим, конечно, это выматывает. Это достаточно сильно выматывает. Это накапливается. Всякое бывает здесь на работе. Здесь, скажем, опять-таки же и личностные какие-то проблемы бывают, эмоциональные какие-то всплески. Бывают, бывают. Все мы живые люди. Вы спросили, бывает ли страшно или нет. Нет, мы люди, мы обычные люди, бывает всякое. Но, скажем, человек, который работает в пожарной охране, да, там, пусть там 5-10 лет, это профессионал своего дела, уже такой закоренелый, скажем. То есть его напугать, скажем, ну, нужно постараться. Ну, вот у общества к пожарным есть некая ирония. Говорят, да что там они спят, господи, без воды приехали, там, три раза брызнули, пьяные там где-то. Как вы думаете, откуда это? Не всегда пожарный, да, едет на пожар. Бывает такое, что, да, ты сутки находишься в подразделении. Но, опять-таки же, я хочу сказать, что у всех пожарных есть распорядок дня. В 8 часов мы заступаем, в 9 часов утра пожарные после приема дежурства, то есть они принимают технику, ставят свои аппараты в расчеты, боевую одежду, принимают чистоту техники, наличие всего пожарно-технического вооружения. В 9 часов утра все пожарные садятся за занятия, как в школе. На 4 часа у нас идет теоретическое занятие, то есть подготовка там. Надо быть в форме постоянно. Да, то есть мало того, что теоретические занятия, то есть это там какие-то приказы, допустим, вновь вышедшие, там, нормативные какие-то документы. Обед, после обеда там у нас 45 минут психологической разгрузки. После этого у нас административно-хозяйственные мероприятия. Ну, понятно. Еще 2 часа практических занятий, то есть это выполнение каких-то обязательных упражнений в подразделении, которые прописаны по распорядку дня и по плану занятий. После этого у нас идет изучение района выезда, отработки каких-то объектов, знакомство с этими объектами. Ужин, физчас, то есть опять-таки же личный состав занимается физическими упражнениями в спортзалах. Работа начальника караула со своим подразделением, со своим личным составом. Ну, вечер там с 9 до 10 просмотров. Ну, без дела не сидите, не спите, это точно. Нет, да. Ну, и вот так как, допустим, мы не выезжаем, ну, у обывателей бывают такие суждения, что... Мы не для того, чтобы нам говорили спасибо, какое-то благо там. Самая главная благодарность – это спасти жизнь человека. Про какую благодарность можно говорить, когда... Ну, во-первых, мы на пожаре все одинаковые. У всех у нас перепачканные лица. Мы все черные, грязные, прокопченные. И опять-таки же, давайте посмотрим на это со стороны немножко. Когда ты спас, допустим, ребенка и отдал его матери. Да самая главная благодарность – вот она произошла. Какое там спасибо нам? Нам не надо этого, как бы. Главное, что нас спасли. Но, тем не менее, была какая-то самая необычная благодарность от людей? Была. Может, вас находили потом или там что-то было? Ну, была, конечно, была благодарность. В каком плане? Это улица Русская. Я спас маленькую девочку Юлю. У меня дома две утки. Она мне подарила две утки. Игрушки? Да. Дороже ничего нет. Я вас понимаю. Кто вас ждет дома после пожара? Мама, жена и сын. Волнуются, переживают или уже в какой-то степени привыкли? Как сказать? Привыкли, волнуются. Ну, просят Максим, звони. Ну, конечно. Пришли хотя бы смс-ку, там что-то. Конечно. Привет просто там что-то просит. Да, постоянно. Ну, и сам, естественно, звоню. Сам говорю, что все нормально, все хорошо. Вы боитесь пожара сами? Нет. В доме у себя, в своей жизни? Нет. Нет? Нет, это профессионально уже, скажем. Страх, он присутствует, конечно, в моей жизни, но он где-то там, сзади. Ваше самое трудное решение в жизни? Одно из самых трудных? Наверное, пойти в пожарную охрану работать. Серьезно? Да. О чем вы больше всего жалеете? Есть о чем-то жалеете? Или нет? Да, есть, наверное. Ну, это пришло, наверное, с годами. Наверное, жалея о том, что нужно было, как говорится, в школе учиться. А так, я в своей жизни доволен всем, что произошло в моей жизни. И если бы ее довелось прожить заново, я, наверное, так бы и прожил. Точно так же? Да. Черта характера, которая вам мешает жить? Наверное, злость. Злой? Бываю. Бываю. Ну, отходчивый. Да, я же близнец. Вспыхнул. Да, и все. Выплеснул. Выплеснул. Эмоции свои и забыл. На чистом русском языке все сказал? Да, да. Что думаешь, и стало легче? Да, на чисто русском. Понял. А черта характера, которая помогает? Юмор. Это спасательный круг? Это и спасательный круг, скажем, это позитив жизни. Это, скажем, сброс каких-то эмоциональных напряжений на работе. Потому что, допустим, говорят, что все пожарные, они такие, там, у-у-у, там, угрюмые. Да нет, это какой-то стереотип неправильный. Не бывает такого пожара, что кто-то над кем-то не подшутил, там, не приколол, не ткнул как-нибудь там на пожаре. Все на таком позитиве происходит на самом деле. Единственное то, что наш пожарный юмор, наверное, не все поймут. Потому что он сугубо связан с профессией, и сугубо потому, что это шутят мужчины. И мужчины шутят друг над другом. Понимаю. Когда вы в последний раз плакали? Да не знаю. Так откровенно, по-мужски. Ну, не знаю. По-мужски или просто предательская влага? Нет, ну, по-предательской влаги, конечно, нет. Так, по-мужски, наверное, когда скончался у меня отец 7 лет назад. И то оставшись раз один на один наедине. Так, по-мужски. Чтоб никто не видел. Да. Блиц-вопросы. Правда или справедливость? Правда. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? В 13. Море или горы? Море. Зима или лето? Лето. Счастье – это? Продолжите фразу. Это жизнь. А несчастье? Это смерть. Последний вопрос. Я люблю им заканчивать разговор. Максим, чего вам хочется от этой единственной жизни? Счастье. Счастье? Да. А ваше счастье из чего соткано? Человеческая жизнь. То есть просто жить? Нет, человеческая жизнь. А, человеческая жизнь. Человеческая жизнь. Да, так как моя профессия с этим связана. Понял. Спасибо. Вы были искренни. А наши камеры волшебные, они всегда видят. Спасибо вам. Правда, говорит человек или нет. Спасибо, Максим. Спасибо. Это был Максим Брызгалин. Мы говорили о самом главном и интересном. О единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья. Берегите себя. И живите, пожалуйста, долго. До свидания. До свидания.